Здравствуйте! Мне кажется, Господь Бог избрал меня с самого детства, потому что я любил ловить рыбу. Когда заканчивалась учеба в школе, я с братом ходил ловить рыбу. Поскольку мы не могли купить удочку, мы брали палку из веника и покупали всего лишь крючок. И поскольку не было денег на леску, мы брали именно нитки, которые использовали для мешков. И потом брали траву, привязывали к нему крючок и использовали как удочку. И было так интересно. Смотря как клюет, может определить это сом или карась или другая рыба. Когда сом ловится, оно сильно тянет. И когда ты тянешь эту рыбу, так приятно. Карась есть равномерно. Есть рыба, которая так отразительно. Это маленькая рыба, которая начинает есть, а то ты их поймаешь. И если подойдут, там ничего не будет. Потом, если ты не хочешь ловить на удочку, есть сеточка металлическая. Нужно поставить сеточку в углу и подставить руку вот так. А брату говорит, чтобы он шел с другой стороны ко мне. И тогда все рыбки попадают в сеточку. Есть чувство, когда рыба ударяется об сеточку. И когда если вот так поднять сеточку, тогда вот столько рыбы. И даже если так не хочется ловить рыбу, то, знаете, в деревне у нас было очень много ян. И мы ведрами вычерпывали воду. И тогда в конце остается только рыбой. Может быть, Бог знает, что я стану пастором. Он научил с детства ловить рыбу. Петр был ловцом рыб. Но однажды Петр оказался в сетке. Сетке, которая называется Иисус. Это так интересно. Когда Петр оказался в сетке, которая называется Иисус, он не мог оттуда выбраться. Он стал рыбой для Иисуса. В последнее время, читая Библию, я получаю радость от этих мыслей. В скором времени пастор Чанг поедет служить за границей. Я общался вместе с ним. Он, знаете, каждый день плачет. Он говорит, и слезы наворачиваются у него. Когда он вспоминает свою жизнь, как он жил, уйдя из церкви. Знаете, брат Чанг делал очень много плохого для меня. Но, знаете, Господь Бог удивительным образом действовал. Его сын поступил в мессийскую школу. А я даже не знал, что это сын брата Чанг. А он такой хороший брат. И перед тем, как пойти служить, он должен был жениться. И он рассказал об своем отце. И говорит, что его отец начинает менять сердце. И перед свадьбой он пришел, чтобы познакомиться с родителями и невестой. Он пришел в нашу церковь. И мне кажется, он впервые увидел тогда нашу церковь. Увидев нас, он удивился, но все равно не открыл душу. Знаете, я ничего не сделал, чтобы открыть его сердце. Но я удивлялся, видя, как Дух Святой ведет его сердце. В последнее время мы немножко меняем в церкви. И обучаем тех служителей, которые долго уже находятся служителями нашей миссии. У них есть много знаний, теорий. Однако этого нет в душе. Поэтому я страдаю. И они страдают. И мы занимаемся этим делом. Знаете, когда я размышляю перед Богом, я благодарен Ему. Потому что я часто чувствую, что это было сделано не мною, а Господа. Бог ведет своих избранных людей. Вот что я обнаруживаю. В частности, брат Па Генчжун и И Джонг До. Они поехали в Фиджи. Там говорят на английском языке, а у них плохой английский язык. Поэтому им дали переводчика. Мы отправили их вместе с супругами. Пастор Па Генчжун, он женился недавно и отправился как медовое путешествие. А пастор И Джонг До где-то год жил отдельно от жены, потому что ушел из церкви. Мы их отправили, разделив на две группы. И знаете, братья, они плачут, находясь там. Они полностью превратили их в Фиджи. Они проводят библейский семинар. Потом собирают представители образования. Передают Евангелие учителям, школьникам. И происходит удивительное Дианита. Кажется, что все это только снится. В прошлом году уверовало около 500 тысяч служителей. И я подумал, что нужно их обучать. И в Америке мы начали теологическую школу в режиме онлайн. На самом деле получить разрешение очень сложно, но мы очень быстро получили разрешение. И мы сказали, что научим спасенных служителей, как проповедовать Евангелие. Пришли люди, которых мы даже не могли представить себе. Да, конечно, простите, я уже в возрасте, поэтому не запоминаю цифры. 7300 абритурентов поступили в эту школу. Исторически, мне кажется, это самая большая теологическая школа. Мне кажется, в скором времени уже будут обучаться 8000 человек. Я думаю, может быть, поступит 10 000 человек. Почти 10 000 человек будут обучаться. Каждый вечер мне снится новый сон. Представляете, 8000 служителей. Ежегодно будут выпускаться дважды. Минимум 15 000 служителей каждый год. Ежегодно по 15 000 новых служителей будут выходить на все. Получается, в Америке есть 50 провинций. Если в каждом провинции будет служить 100 человек, то нужно 5000 служителей. И если они будут каждый день передавать Евангелие, мне кажется, что все это снится. Мне кажется, что это снится мне. Пастор Уксупаг начал миссийскую школу в 1972 году. Все смеялись тогда надо мною. Они говорили, да что вы можете сделать? Все считали, что я ничего не смогу сделать. Но действительно, даже мне казалось, что смешно мне начинать миссийскую школу. Но главное, что Господь – Бог в наших делах. Я часто плачу перед Богом. Я спрашиваю, Господь, как ты мог совершить это дело? Например, многие люди, если начнут передавать Евангелие по всему миру, мне кажется, это только во сне может произойти. Мы проводили много молодежных лагерей. В настоящий момент мы стали почти королевством онлайн-мероприятий. Не нужно покупать билеты на самолет. Не нужно платить дополнительно за пищу. И даже, как свидетельство братцов, можно даже без веры работать. Не нужно никуда ехать, можно находиться в Корее и работать в режиме онлайн. И десятки тысяч студентов участвуют в наших мероприятиях. И эти спасенные – молодые люди. Они обращаются к своим служителям церкви и говорят, что есть такая теологическая школа. И быть хороши, если вы будете там обучаться. Подобные дела происходят. То, что я не мог даже представить себе, происходит сейчас. Год тому назад мы и представить не могли, что произойдет подобное. Ровно год тому назад в это время я был в Америке. Мы готовились к форуму СЦЛФ. Поступила информация, что из-за коронавируса закроют в США границу для корейцев. А я лектор форум СЦЛФ. Поэтому я решил поехать в Америку пораньше. И за две недели до мероприятий я полетел в США. Во время первой недели я общался со служителями, которые живут в Америке. Мой сын сказал, отец, давай посетим несколько городов США. Я сказал, хорошо. Мы поехали в Атланту, потом Вашингтон и Филадельфию. Многие служители собрались, узнав, что я приехал в США. И с утра до самого позднего вечера я передавал Евангелие. Многие люди пообещали, что помогут и отправят людей. После Вашингтона я поехал в Филадельфию. И с утра до вечера приходили служители. Общались. Я передавал Евангелие. Я подумал, ничего себе, я когда стал таким известным. Потому что в какой бы городе они поехал, служители собирались. И слушая это слово, они удивлялись. Однажды пришел один пастор. И он говорит, он пастор церкви Нового Завета. Я спросил у него, а вы знаете, что значит Новый Завет? Он сказал. Ну, это просто хорошее название, поэтому мы выбрали его. Я прочитал ему Еремию 31 главу 34 сих. Я заключу с домом Юды Новый Завет, говорит Господь. Не тот Завет, который я поставил с отцами, когда вывел их за руки из Египта. Ибо я оставался с ними, но они оставили меня. Первый Завет – это были десять заповедей. Но поскольку изратяне все это нарушили, если судить по тому Завету, все люди должны погибнуть. Но Господь возлюбил нас, людей. И поскольку по Первому Завету никакой человек не может спастись, Бог поставил Новый Завет. Была самаритянка, когда жил Иисус на земле. Она была взятая во время Прилебодиани. Ее взяли во время Прилебодиани. Когда судили по закону Моисея, ее должны были побить камнями. Ее должны были казнить. Нет способа выжить. Но когда ее судили по Новому Завету, какой же приговор выносит Новый Завет? Иеремия 31 глава 34 стих. «Я прошу беззакония их и грехов их уже не воспомину более». Когда по этому закону судили эту женщину, взятую в Прилебодиани, она была невиновной. «Вот что такое Новый Завет». И у нее церковь называлась Новый Завет. Но он не знал смысла этого Нового Завета. И слушая слово, он был так впечатлен. И он сказал, «Мы служители Нового Завета». Когда мы занимаемся подобными делами, мы видим, что это совершил Бог. Хотя я глупый человек, но даже я чувствую в своем сердце, что Бог действует. В прошлом году мы проводили библейский семинар. Да, конечно, это было в режиме онлайн. Но по всему миру многие люди получили прошение грехов. Трассировали мои проповеди через телекомпанию CTN в Америке. Представитель телекомпании CTN брал у меня интервью. На самом деле, я должен давать интервью полчаса. Но я говорил много, целый час. Ведущий ничего не говорил, поэтому я продолжал говорить и говорить. Я знал, что у меня есть только полчаса, но сам не заметил, как я говорил целый час. И он разделил эту программу на две программы и трассировал все. И у него лежала книга «Секрет прощения грехов в рождении свыше», которую я написал. И он показал мне. И говорит, я давно принял Иисуса Христа. Но читая эту книгу, я получил прощение грехов. И говорит, так было впечатляюще это. И мне нужно было готовиться к интервью. И он сказал, покажите вашу книгу, которая у вас есть. И ему дали книгу, которая называется «Секрет прощения грехов в рождении свыше». Прощав эту книгу, он был так удивлен. Он, говорит, разом прочитал дважды. И через эту книгу получил прощение грехов. И очень радовался. Знаете, слушая его свидетельство, в мое сердце горело. Такие люди, как мы. Мы – ничтожные люди. Барас Аксуман хорошо играет на фортепиано. И наше фортепиано, конечно, дешевое. Но вот, представляете, есть очень дорогой фортепиано, и кто-то играет «До, Ре, Ми, Фа, Соль». А Барас Аксуман, какой бы фортепиано ему не дали, он настолько быстро и сильно играет, что ты просыпаешься. И так интересно слушать его выступления. Хотя одинаковые люди. Важно, кто держит этого человека. Однажды Петр попал в руки Иисуса. Я увидел эту сцену. Как Петр оказался в руках Иисуса. Он был вырыволовом, который ловил рыбу в Галилее. Но он встретился с Иисусом в день, когда он ничего не поймал. Иисус сказал, закиньте сеть в глубину. И они поймали множество рыбы. Иисус сказал, следуй за мной, я сделал тебя ловцом человека. Петр был ловоловом, но стал рыбой, которую поймал Иисус. Оказался в сети Иисуса. И Петр умер. И теперь Иисус живет в нем. Когда я думаю об этом, я начинаю гореть в душе. Кажется, это просто какая-то история, которая произошла у Петра. Но значит, что мы можем увидеть? Это совершил Бог. И за это мы благодарим Бога. А это не сделано человеком. Бог держит его. Да, Петр ведь ничего не поймал. Петр умер. Оказался в сети Иисуса. И рассказывает, как Иисус живет в нем. И в Библии рассказывает, как сам Петр умирает внутри. Один брат поехал миссионерам за границу. А там было очень сильное гонение против христиан. И поэтому сказал, что хочет оставить служение. Я его позвал к себе. Я сказал, хорошо. Но позволь прежде сказать пару вещиц. И я ему сказал следующее. У нас есть девушка Чен Хен Дьон, которая ездила волонтером за границу. Ее мама, когда была еще молода, потеряла зрение. Вдруг она перестала видеть. Вы представляете, как эта молодая девушка страдала в то время? Несколько раз пыталась похожесть самоубийством. Может быть, если бы она совсем не знала, что значит видеть, тогда было бы проще. Но как выразить то сердце, которое она чувствовала, когда потеряла зрение? Но было даже умереть непросто. Поэтому решила продолжить жизнь. И говорят, есть специальная школа для незрячих людей. И она начала обучаться там. Ее учили, как ходить, как вести жизнь, как читать книги. И с болью на душе она изучала все это. И там однажды она встретила какого-то человека. И поскольку они были оба в одинаковых условиях, они начали заботиться друг о друге. И появилась любовь к друг другу. Никто не мог понять ее. Но это мужчина понимал ее. Понимал ее условия. И они очень горячо любили друг друга. Они женились. И потом родилась Хенчжонг. Но после того, как она родилась, начались конфликты между мужем и женой. Знаете, люди, которые не видят. Когда у них появляется сомнение, говорят, оно придает большое страдание. Если ты зрячий, ты можешь пойти проверить. Можешь узнать. Можно спросить. А для не зрячих людей это очень сложно. И когда появляется неверие между супругами, это большое страдание для них. Как бы они ни думали, это просто ведь представление их. Они не могут ни проверить, ни узнать. Когда Хенчжонг родилась, муж и женой развелись. Я подумал, как было тяжело на душе матери Хенчжонг. Она научилась делать массаж. Научилась вести жизнь. И делала массаж в гостинице. Незрячей женщине воспитывать младенца было очень тяжело. Поэтому она отвозила свою дочь к родственникам. И давала деньги. И просила воспитать ее дочь. Но, по-моему, родственники не заботились хорошо о дочери и не о матери Хенчжонг. Хенчжонг жила в этом доме, то в другом доме. И с возрастом она начала понимать, в каких она условиях живет. И Хенчжонг начала думать, что во всем виновата мама. Зачем меня родила мать? Если не может даже воспитать. Лучше бы убила меня. Или бы отдала мне детский дом. Зачем она воспитала меня? Она думала, это все мать виновата. Зачем она меня родила? Лучше бы убили меня. Или отправили бы в детский дом. Зачем мучать меня? Зачем меня делать, чтобы я жила у родственников? Беспокойство Иерупа начали заполнять ее сердце. Она брала деньги у матери. Выпивала. Жила распутной жизнью. И жила в трудных условиях. Когда я встретил Хенчжонг. Молодая девушка, еще в расцвете лет. Она печальна не потому, что у нее нет денег или одежды или еды. Мне было жалко, потому что она жила без надежды. Она подала документы, чтобы поехать волонтером в Танзанию. Когда поехала в Танзанию. Она думала, что за границей будут ждать другие условия. Но возмущение к матери Иерупа не прекращался. Поэтому она не могла сдружиться с другими ребятами, поэтому она стала одинокой. И даже в Танзании она страдала. Однажды Хенчжонг решила вернуться в Корею. Она думала, что находясь за границей, ее условия изменятся. Но знаете, можно даже не ехать за границу, можно просто от души поменять дома. Но люди не знают сегодня, как менять свою душу. Если в церкви научиться менять душу, очень хорошо. Обыденной жизни мы не замечаем. Но когда нам трудно научиться поменять душу, очень будет хорошо. Скажите, вот среди обогревателей... Скажите, есть технология, которая летом дует холодным ветром, а зимой теплым ветром? Есть же, да, есть такой материал? Там надо... Нужно просто переключить кнопку, и тогда будет холодный воздух. Если летом будет идти горячий воздух, будет тяжело. И наоборот, если зимой будет холодный воздух, тогда будет тяжело. Но нужно нажать на кнопку, тогда летом у тебя будет холодный воздух. И поменять душу также очень просто, верно? Чтобы переключить канал на телевизор, нужно нажать кнопку в пульте, правильно? Так ведь? Как вы, нажимая на кнопку, можете переключить на другой канал, можно хорошо использовать пульт. Но процесс создания пульта непростой, правильно? Так ведь? Ведь не просто так появляется пульт. Но нужно сделать, чтобы, нажимая на кнопку, переключился канал. Поэтому телевизор становится дорогим. Нельзя же за 20 копеек купить телевизор, верно? Или за 500 копеек можно купить? Нет, конечно. Или за 10 долларов можно купить? Из-за того, что есть многие функции, то же самое. Иисус сделал, что наше сердце также можно переключить, нажав на одну кнопку. Но те ли люди, которые не хотят поменять свое сердце, они страдают. Нам не нужно создавать новый пульт. Мы уже купили готовое. И если нажать на кнопку... Вот, телеканал KBS. Второй раз нажали. Телеканал MBC. Третий раз нажали. Телеканал CTN. Или такое невозможно? Ну, не знаю. Уже все готово. Надо просто нажать на кнопку. Так же касается и нашей духовной жизни. Петр оказался в сети Иисуса. Оказался в сети Иисуса. И он умирал. И Иисус оживляет его. Иисус умер на кресте. Петр сошел за Иисусом и трижды от трехся от Иисуса. Из-за этого Петр начал строить в своем сердце. Когда Иисус воскрес, Петр встретился с Иисусом. Почему? Потому что Иисус пришел туда, где находился Петр. Но интересно, ранее бы Петр так радовался, видя Иисуса. Но поскольку он трижды от трехся от Иисуса, поэтому он не подходил к Иисусу и находился в углу комнаты. Когда Хюнчен поехала в Танзанию, она говорила, что во всем виновата мать, и она роптала и возмущалась. Это стала ее привычкой. И даже в Танзании она сказала, что я хочу вернуться в Корею. Она начала собирать вещи. У нее спросили, что с тобой? Она говорила, ничего. Почему ты закрываешь уста, когда у тебя на душе есть трудность? Ты должна поделиться с тем, что у тебя на душе, тогда мы сможем тебе помочь. Мы хотим тебе помочь. Она сказала, что вы сказали, что хотите помочь мне? Да. Я хочу покажу жизнь самоубийством. Помогите. Вы же не можете помочь? Люди обманывают. Она начала злиться. И говорила все, что приходило на голову. Она никому не говорила, что ее мать – незрячий человек. Но сама не заметила, как сказала эти слова. Да что вы знаете обо мне? Вы хоть знаете, какую жизнь я пережила? Моя мать незрячая. Вы хоть представляете, как быть дочерью незрячего человека? Сказав это, она испугалась. Она разгневалась и не смогла контролировать свою речь. Жена миссионера ничего не могла сказать. И жена миссионера открыла уста. Она начала говорить. Хэнчжо. Твоя мама. Когда она была твоего возраста, она потеряла зрение. И вдруг весь мир стал для нее темным. И ничего светлого не было в ее жизни. И с того момента она жила в отчаянии, во тьме. Но потом мать твоя родила тебя. И ты стала для него всем надеждой, светом, радостью, счастьем. А ты говорила матери, что из-за нее ты несчастна. Ты когда-нибудь думала о сердце твоей мамы? Тогда Хэнчжо удивилась. Она всегда говорила, это все из-за матери. Зачем она меня родила? Надо было убить, когда родила меня. Если не может воспитать меня. Зачем она родила меня? Я же должна из-за нее страдать. Она брала деньги у матери, использовала на алкоголь, на распутную жизнь. И Хэнчжо всегда считала себя правой. Она говорила, да, во всем виновата мама. Она же не изрячая. Зачем родила меня? Надо было убить меня. Или нужно было отдать мне в детский дом. Но жена миссионер спросила, ты когда-нибудь думала о матери твоей? О душе ее? А Хэнчжо никогда в жизни не думала об этом. Она считала, что мама виновата. Она считала, что я страдаю за матери. Меня все пренебрегают. Любят своих дочерей. А меня всегда презирали. И все, виновата мама. Из-за того, что мама не видит. Зачем родила меня, если не видит? Она всегда винила мать. Но слушая слова жены миссионера, она начала размышлять о сердце матери. Когда-нибудь ты думала о сердце матери, которая страдала, когда ты говорила так маме? Когда Хэнчжо сильно испугалась? Сегодня многие дети своим сердцем относятся к матери. Но ведь надо просто сказать эти слова, и они задумаются о сердце родителей. Хэнчжо сильно страдала. Она подумала, я причиняла боль матери. Я разрывала сердце моей матери. Я сделала то, что нельзя было делать моей маме. И прошло немного времени. Был день рождения у Хэнчжо. Друзья, которые поехали вместе с ней и ее волонтером. Купили небольшой торт. Спели песню «С днем рождения тебя». А пастор, который служит там, дал сотовый телефон, Хэнчжо. Сдал Хэнчжо. Сегодня не тебе нужно радоваться. Сегодня нужно поздравить твою мать, которая родила тебя. Позвони маме. И все ребята вышли из комнаты. И осталась Хэнчжо, которая позвонила маме. И два раза прошел звонок. Потом сказали «Алло». Хэнчжо сказала «Мама». А, Хэнчжо, это ты. Как твои дела? Хорошо ты ешь. Все нормально? Хэнчжо увидела, что мать постоянно заботится столько о ней. Она думала, о чем-то надо сказать. Яна позвала «Мама». Мама спросила «Что случилось?» Она не могла больше ничего сказать. Снова сказала «Мама». «Ой, моя дочка, что случилось?» «Мама». «Спасибо, что ты родила меня». Мать Хэнчжо услышала впервые подобные слова за 22 года после рождения ребенка. Хэнчжо всегда говорила «Зачем ты меня родила?» «Зачем?» «Надо было убить меня!» «Надо было отправить детский дом!» «Ты же не можешь воспитывать меня!» Она всегда грубила матери. Но впервые за 22 года Хэнчжо сказала «Мама, спасибо, что ты родила меня». «Мама Хэнчжо из-за того, что плакала, не могла ничего сказать». «Мама, ты что, плачешь?» «Не надо плакать!» «Я виновата!» «Теперь я буду делать все для тебя!» «Я буду радовать тебя!» И эта семья стала прекрасной семьей. Знаете, что удивительно? Когда мы пребываем в Иисусе, рыба свободно плавает в море. Но когда попадает в сеть, ничего не может сделать и умирает. Петр всегда ловил рыбу. Я тоже, наверное, хорошо ловил рыбу, как Петр. И теперь я и Петр, мы оказались в сети Иисуса. Шло время. И Петр умирает. И Иисус начинает оживать в нем. Это настолько драгоценное. То же самое касается пастор Па Ген Чжун. И брат И Зон До. И пастор Чан Сон У. И Ог Су Пака тоже касается. И Па Ген Чжун также касается. Мы меняемся. Ранее мы плавали в море. Но мы начинаем расти и становиться людьми мира Иисуса. Я много раз говорил через Петра. Когда Иисус умирал на кресте, все ученики сбежали и только Петр и Иоанн шли из-за Иисуса. Потом Петр, испугавшись служанке, сказал трижды, что не знает Иисуса. Потом Сатана использовал эту ситуацию и начал обличать Петра. «Вот ты отрекся трижды». «Как ты можешь называть себя апостолом?» «Какой из тебя апостол?» «Ты же отрекся от Иисуса». И эти мысли очень сильно ранили ее душу. Петр решил. «Да, какой из меня ученик Иисуса?» «Я рыболов». «Да». «Я пойду ловить рыбу». Его сердце изменилось. И он думал, «Я пойду ловить рыбу». «Теперь я больше не апостол». «Я же трижды отрекся от Иисуса. Какой из меня апостол?» Он пошел ловить рыбу. Но в тот день он не смог поймать ни одной рыбы. Когда солнце взошло, пришел Иисус к берегу и спросил, «Вы что-нибудь поймали?» Они сказали, «Ничего». Тогда Иисус сказал, «Закиньте сеть по правую сторону». Они закинули сеть по правую сторону и поймали очень много рыбы. И Петр увидел, что это Иисус. Он начал плыть к берегу и прибежал к Иисусу. Иисус приготовил огонь, положил рыбу и хлеб и приготовил завтрак и ждет учеников. Они вместе позавтракали. После завтрака Иисус спрашивает у Петра, «Симон Янин, любишь ли ты меня, нежели чем они?» Петр имел любовь к Иисусу. Но он думал, «Я же трижда трехсвят Иисуса. Как я могу назвать себя апостолом? Я грешник». Вот такие мысли мучили его. Но Иисус ничего не сказал ему, «Любишь ли ты меня, нежели чем они?» Петр имел любовь к Иисусу, поэтому говорит, «Да, ты знаешь, что люблю тебя». Иисус не сказал, что я просил твои грехи. «Ты же отрехся от меня трижды». «Ничего страшного». «Я тебя просил». Он не сказал так. Он ничего об этом не говорил. Почему? В Иеремии 31 главе 36 стихе написано, «Я прошу беззакония их, грехов их уже не воспомину более». В Библии написано, что Господь не воспоминет наших грехов. Он не помнит наших грехов. Только Петр помнит свои грехи. Вы помните свой грех. Но Иисус же не помнит. Почему? Когда Иисус умирал на кресте, когда все наши грехи были уже прощены. Перед Петром открывается совсем новый мир. Иисус сказал Петру, «Спаси овец моих, корми агнцев моих». Иисус ставит Петра пастырем. Это было удивительно. В тот момент Петр подумал, когда Иисус умирал на кресте, Он очистил все мои грехи. И даже грех, когда я трехся от Иисуса. «Теперь Иисус внутри меня». Не тот прежний Петр. Иисус решил все проблемы Петра. И Петр стал иным Петром и делает новые шаги. Поскольку люди слабые в нашей жизни, порой мы делаем, что обижаем Бога. Делаем что-то неправильно перед Богом. Порой мы согрешаем. Кто из нас не допускает подобное? Иисус, зная об этом, они не могут препятствовать нашему пути к Богу. Они не могут сделать, чтобы мы стали грешниками и попали в гибель. Иисус готовит перед нами новую жизнь. Когда Иисус воскрес, и когда Иисус вошел в комнату, где были ученики, Ранее Петр побежал бы к Иисусу и сказал, «Он жив! Ура!» Но из-за того, что он отрекся трижды, этот грех забрался из силы, забрала радость. Ему стало стыдно. У него осталось только страдание и мучение. Но Петр не знал. Иисус ни разу не спросил, почему ты отрекся от меня трижды. Почему? Потому что я прошу беззакония их. Грехов их уже не воспоминал более. Для Иисуса то, что сделал Петр, было не проблемой. Если мы, веруя в Иисуса, будем идти вперед. Сатана и сегодня пытается действовать в ваших сердцах. Говорит вам, какой из тебя проповедник? Ты же спасенный, почему ты так поступаешь? Ты же следуешь за плотью. Ты же любишь этот мир. У тебя же столько недостатков. Сатана говорит многие вещи вам. Порой братья мне звонят. Они говорят, пастор, у меня есть то, за что я стыжусь. Что случилось? Поделись, пожалуйста. О, что здесь стыдного? Разве ты не был таким человеком? Поэтому же Иисус умер на кресте. Иисус не воспоминал твоих грехов. Брат, ты помнишь, а Иисус не помнит. Если ты скажешь Иисусу, Иисус скажет, зачем ты говоришь? Я знал, что ты был таким, но на кресте уже прощены. Почему ты об этом говоришь? Говорит Иисус. Аминь. 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 Иисус сделал нас совершенными. Что самое удивительное. Он сделал нас святыми. С того момента Петр Он смог освободиться от всех вещей, которые стыдили его. Через кровь Иисуса Христа. Он смог освободиться от содеянного. И теперь его недостатки не могли связать его. День Пятидесятнический. Петр встал. И он уже не говорил о том, что Иисуса он предал. Потому что и этот грех был решен на кресте. Это не зависит теперь от меня. Я имею связь с Иисусом. Иисус живет внутри меня. Я тоже маленький Иисус. Иисус внутри меня живет и действует. Это было удивительно. Он шел в храм и встретил храмова. Ранее он не был таким. Когда храмы просят милостыни, у Петра не было денег. Поэтому ранее он проходил просто мимо. Но в тот день он вел себя по-другому. Он сказал, взгляни на нас. Рамой подумал, обычно просто дают деньги. А почему он говорит, чтобы посмотреть на него? Он посмотрел. Что удивительно. Петр не имел деньги. Он был немощным и слабым. Но Иисус, который в Петре, он не был слабым. У него не было недостатков. У него было множество силы. Была любовь. И была радость Божия. Через Иисуса мы становимся людьми, у которых есть сила. Мы становимся святыми людьми. Мы становимся людьми, которые радуют Бога. чтобы мы могли заниматься тем же делом, что совершал Иисус. Иисус умер за нас и сделал нас новыми людьми. Петр уже не был прежним Петром. Ранее его связывали его недостатки. Но Петр умер с их Христом. Теперь Христос живет в нем. Поэтому у него была безграничная радость, смелость и дерзновение. Петр сказал, «Серебра и золота нет у меня. Но что имею, то даю тебе. Именем Иисуса Назари встань и ходи». Теперь он говорит, имя Иисуса тоже твое. И этим именем попробуй встать. Если теории не получится. Но именем Иисуса у тебя получится. Правильно? Совершенно верно. Это удивительно. Когда я служил в армии, меня вызвали во Вьетнам. И перед тем, как пойти на войну, я пришел с докладом, сказал честь. Мне приказали поехать во Вьетнам сражаться. А командующий хорошо знал меня. Мы вместе строили молитвенный дом. Он спросил, «Ты едешь во Вьетнам?» Я сказал, «Да, было приказано ехать во Вьетнам». Тогда он сказал, «Эй, солдат, вызови офицера, который отвечает за него». «Так, снимите его со списка, которые едут во Вьетнам». Решили отправить меня во Вьетнам? Ну, сказали, «Снимите его со списка». И меня убрали. Я вернулся в часть. Меня спрашивают, «Почему ты здесь?» Мне сказали, «Не ехать во Вьетнам». «У тебя что, какие-то особые отношения с ним?» «Да просто как офицер и солдат». С того момента все офицеры осторожно вели со мной. Он говорил, «Ты с ним дружишь ведь, с моим командующим?» «Было очень интересно». Господь так сделал. Говорит, что командующий, когда меня решили отправить во Вьетнам, солдат, который отвечает за связь. Говорят, эти солдаты умирали многие во Вьетнаме. Потому что вьетнамские войска стреляли не в командующего, а в того, кто имеет радиоаппарат. Потому что в сражении без радио солдата, можно сказать, нет зрения, нет ушей. Поэтому многих убивали. Меня тоже должны были отправить во Вьетнам. Но когда я пришел к командующему, мне спрашивают, «Ты едешь во Вьетнам?» Я говорю, «Да, мне сказали ехать во Вьетнам». «Так, офицер, снимите его из списка». И я вернулся в свою часть. А глава части спросил, «Ты почему ты здесь?» «Командующий сказал мне не ехать во Вьетнам, поэтому я вернулся». «У тебя какие отношения с ним, скажи?» «Отношения офицера и солдата». «Да, командующий сказал убрать меня со списка, и меня убрали. А Бог, Он же ведь больше, чем командир». «И такой Бог держит меня!» Этот Бог планирует мое будущее. Этот Бог открывает передо мной новый путь. И говорит, чтобы я стал ловцом человеков. Что важно. Не я делаю. Я вижу, как Господь Бог живет во мне и действует. Каждый день. Он живет во мне и действует. Если вы получите спасение, вы становитесь людьми Бога. И все наше находится в плане Божьем. Это то, что нравится Богу. Бог радуется мною. Мы должны знать. И избранные люди Бога. Для того, чтобы действовать, Господь спасает людей и дает прощение грехов, делает святыми, и дает все условия, чтобы действовать в нас. Вот кто такие спасенные люди. Не надо смотреть на свой вид. Аминь. Смотрите на Иисуса. Если Иисус будет действовать, мы сможем совершать все. Если Иисус будет действовать, мы сможем заниматься славным делом перед Богом. Мы должны убирать себя. И каждый день Господь будет обновлять нас. У Хён Джон появились красивые дети. Она вышла замуж и живет хорошо. И имеет хорошее отношение с матерью. И мама счастлива. И Хён Джон счастлива. За что я был одарен перед Господом Богом. Когда у нас одно сердце. Тогда мы знаем Господа. И Господь помнит о нас. Он знает наши недостатки. Знает наши слабости. И хочет, чтобы мы передавали это Евангелие. И удивительно, как Он открывает путь перед нами. Настал 2021 год. Господь, который действовал в прошлом году. Когда мы размышляем о Господе, который будет действовать в этом году, это удивительно. В каждом отделе нашей миссии планируют многие вещи. Есть план, который дает Бог. Мы хотим совершить много дел. Я благодарю за это Бога. Петр трижды отрехся от Иисуса. Он был таким человеком с самого начала. Но Иисус даже не помнит эти грехи. Потому что на кресте все просил. Потому что на кресте все очистил. Петр страдал из-за своего греха. Сегодня те люди, которые страдают в своем грехе, это самые бедные люди. Иисус освободил всех нас от греха. И всех нас сделал людьми Бога, людьми Его. Всем нам. Если вы внимательно посмотрите, вы сможете увидеть, как Господь действует. Я был никчемным человеком. Но когда получил прощение грехов, прошло немного времени. Я увидел, что даже у такого, как я, Бог действует. Что Он любит такого, даже как я. Что действовать у такого, как я. Это было удивительно. Теперь мы не живем в своих планах. Мы должны жить в плане Иисуса, став Петром нашего времени. Я желаю, чтобы вы жили ради драгоценного Евангелия. Мы уже истинные служители Божьи. Я славлю Господа, который спас нас. Он не нарушил Своё обещание. Он живет внутри нас и действует. Я славлю такого Бога. И у меня есть большое ожидание видеть, как Бог будет действовать в этом году. Мы все рыбы Иисуса. Мы вошли в сеть Иисуса и умерли. И теперь новым сердцем Иисуса мы будем жить Иисусом. Если мы будем жить Иисусом, мы будем удивительными людьми Бога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok